Новогодний стол полный явств может стать серьезным провокатором хронических заболеваний. Как вкусно поесть и остаться здоровыми, нам расскажет заведующий отделением профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». Меня зовут Карина Яряшева. Здравствуйте, Галина Викторовна! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, все-таки новогодние праздники, впереди Рождество. Чем может быть, какой может быть риск этих новогодних праздников для людей вообще? Конечно, в новогодний стол самая главная умеренность. Переедание, большое потребление высокой калорийной пищи, жирной пищи и алкоголя могут привести к негативным последствиям и у здоровых людей в виде повышения веса набора и обострения хронических заболеваний. А скажите, как вот с пользой, да? Как нам сделать так, чтобы исключить этот риск? Может быть, есть какое-то меню, которое лучше готовить на новогодние рождественские праздники? Есть какое-то сочетание продуктов лучше всего, которое можно будет использовать? Есть какой-то такой совет? Ну, у нас традиционно новогодний стол ассоциируется с салатами с майонезом, с большим количеством сладкого, выпечки, алкоголя. Но не все знают, что запивать алкоголем майонезные салаты может привести к тому, что наутро будет тяжесть в желудочно-кишечном тракте и даже боли в животе. Вот чтобы избежать этих последствий, рекомендуется более легкий стол. Это салаты овощные, заправленные нерафинированным растительным маслом, запеченная рыба, курица без кожи, морепродукты, морсы с небольшим содержанием сахара. А если все-таки на стол решили приготовить салат с майонезной заправкой, сколько этот салат хранится, после чего его нельзя уже будет употреблять в пищу? Ну, во-первых, такой салат можно модифицировать, чтобы он был менее вреден для желудочно-кишечного тракта. Допустим, если мы говорим про оливье, такой традиционный новогодний салат, можно вместо вареной колбасы добавить отварную курицу либо индейку и вместо майонеза заправить либо греческим йогуртом, либо сметаной. Хранить заправленный салат можно до 12 часов. Салат без заправки до 18 часов. То есть 2 января? Да, вот эти вот все истории про есть 4 дня все-таки не рекомендуется, иначе ваши праздники могут вместо веселья закончиться госпитализацией с отравлением. А вот это сочетание оливье, когда добавляют еще яблоко, есть такой рецепт, что некоторые добавляют моченые яблоки, некоторые свежие. Насколько вот это сочетание вообще правильно с точки зрения еды, правильности питания? Ну, в данном случае какого-то вреда не нанесет большого, хотя в общем и целом фрукты рекомендуется принимать в отдельный прием пищи, сочетать либо с орехами, либо с йогуртами. А момент еды, приема пищи после 12, все-таки новогодние столы и Рождество у нас все немножко расслабляются в эти праздники новогодние, и пристают соблюдать режим, да, свой обычный. Вот насколько это вредно с точки зрения еды и с точки зрения сна? Да, как правило, в эти новогодние каникулы достаточно длительный у людей сбивается режим. Связано с тем, что мы ложимся позже, просыпаться рано не нужно, и вот это время отхода ко сну, оно тоже сдвигается, так же, как и подъем. Здесь лучше, конечно, найти вот какую-то золотую середину, и если есть вот этот сдвиг, а он, скорее всего, будет у всех, то чтобы он был на час-два, потому что боли, это уже будет сбиваться биологические ритмы, соответственно, к какой-то здоровой ситуации в организме это не приведет в любом случае. Вот. Что касается приема пищи, то, конечно, лучше в вечернее время принимать более легкие продукты, которые будут легче перевариваться желудочно-кишечным трактом, и чтобы, собственно, ночью он отдыхал, а не работал. То есть вот эта история новогодних столов, когда ты только в 5 утра ложишься, не очень? Да, потом будет даже тяжело войти в русло 9-го числа, когда мы все будем выходить на работу. А если все-таки такое происходит, да, что, ну, какие-то случаются там, в том числе пищевая какая-то проблема, можно ли какое-то, ну, не самолечение, какие лекарства можно использовать, чтобы купировать на этапе дискомфорта, да, дома, вот какие-то, может быть, средства есть? Если это переедание, которое все-таки мы не рекомендуем, да, то можно воспользоваться ферментами, которые помогут быстрее переварить съеденную пищу. Также, да, если это очень жирная пища, вот. Вот. Но в любом случае, если вы чувствуете боль, там, тошнота или рвота, либо что-то такое, да, связанное с желудочно-кишечным трактом, возможно, расстроенный стул, то лучше обратиться к врачу. А куда, кстати, можно в Одинцово обратиться, если такая проблема случится? В Одинцово можно будет обратиться в Одинцовскую областную больницу по графику работы в новогодние праздники. Будет работать и поликлиника, и больница. То есть отличия в расписании не будет? Отличия будет, но график будет, собственно говоря, представлен и в интернете, и на нашем сайте. Можно будет ознакомиться и обратиться при необходимости вызывать врача скорой помощи, если эта ситуация уже достаточно далеко зашедшая. Угу. И еще такой вопрос, может быть, с вашего личного опыта. Все-таки вы как врач и в новогодние, и в Рождество всегда на работе. Чаще всего с чем обращаются? Есть такой какой-то всплеск обращений? Ну, разные бывают ситуации, в том числе травмы, да, потому что у нас люди, это как это более активный образ жизни начинают вести. Поэтому, да, возможно, и такие ситуации. Заболеваемость тоже никто не отменял. Вирусными инфекциями все это присутствует. Ну и, конечно же, с проблемами с желудочно-кишечным трактом тоже обращаются с обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому соблюдать вот эти простые правила нам даст то, что мы, собственно говоря, сможем более весело и продуктивно провести эти дни. Может быть, с прогулками на свежем воздухе, с каким-то активным видом отдыха, коньки, лыжи. То есть можно, если такой совет, не сидите дома, да, не кушайте? Ни в коем случае, потому что когда еще у нас будет такая возможность днем провести время с друзьями, с родственниками. А скажите, пожалуйста, а как нам снова войти в рабочий режим после новогодних праздников и Рождества? Ну, все-таки надеюсь, что все соблюдали хоть какой-то режим во время новогодних каникул. При таком стечении, конечно, это сделать гораздо проще. В любой другой ситуации, конечно, постепенность. Сдвигаем постепенно время отхода ко сну на час-два и, соответственно, просыпаемся раньше. И входим в режим тренировок, как, собственно, до праздников, в режим по питанию тоже. То есть снова кушаем здоровую, хорошую пищу, правильно? Ну, конечно, вариантов-то немного. А насчет алкоголя тоже после таких обильных праздников? Ну, во-первых, конечно, и в праздники все-таки рекомендации, да, какие праздники у нас ни были. Понимать, что этанол в любом случае – это яд, в каком бы количестве он не поступал в организм, нет безопасной доли дозы употребления алкоголя. Ну, вот как вариант такой лайфхак – разбавлять слабоалкогольные напитки, такие как вино, шампанское, кубиками льда. И тогда в организм попадет меньше алкоголя. Спасибо, Галина Викторовна, что пришли к нам. Будьте здоровы. Спасибо, что провели это время вместе с нами. До встречи на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова